Санкт-Петербург 1917 год, апрель, царь свергнут, страной правит временное правительство, времена неспокойные, наверное, манифестации для тогдашнего Петрограда были нормальным явлением? Ну, не только нормальным, каждый день там что-то творилось, и единственное, чего не хватало, это было спокойствие или какой-то порядок, да? Ну, эта манифестация, она все-таки носила мирный характер, или участие в ней тем манифестантам, которые вышли на улицы, все-таки грозило какими-то опасностями? Ну, какая-то опасность была, но это была совершенно мирная демонстрация. Ну, нужно отметить то, что дата 26 марта, это не случайно. У эстонцев всегда была в кармане одна дата, которая срабатывала, с которой можно любые разрешения. В 1819 году, именно 26 марта, было ликвидировано крепостничество в Лифляндии. Вы говорите про март, 26 марта, но мы говорим... А это 8 апреля. Нынче это 8 апреля. Да, календарь изменился, но когда получали разрешение, так говорили о 26 марте. Значит, для людей того времени, как бы, ну, они понимали, о чем идет речь, и эта демонстрация была для... Чтобы отблагодарить правительство, временное правительство, что эстонцы были в 1819 году освобождены от крепостничества. Хотя временное правительство, в общем-то, к этому никакого отношения не имело. Да, но тут веяли другие ветры. Дело было в том, что все-таки империя, она рушилась. И поэтому первой задачей для временного правительства, если мы так положительно будем к этому относиться, было спасти вот это государство как-то, потому что Польша хотела отойти, Финляндия. Финляндия, вот, и поэтому, в первую очередь, Финляндии вернули, так сказать, автономию, чтобы, как бы, на новых основах переговорить, вот, как они будут входить в это новое государство, или измененное государство, да, потом поляки, сразу перехватили литовцы. И вот поэтому, как бы, вдруг эстонские политики, которые в то время были, там, и Антони, и Сонюри Вильмсет, и Анс Пип, и другие, там, вот, они вдруг заметили, что поезд уходит, потому что, как бы, все уже переговорили. И запрыгнули в последний вопрос. Да, абсолютно. Но, когда мы увидели эту новость, мы задались вопросом, откуда 40 тысяч эстонцев оказались в Петрограде на тот момент. Ну, ответ простой, значит, с 1721 года, или, если мы возьмем, с 18 века, все-таки, два века было времени, мы очень близко к большой столице жили, и поэтому, ну, по разным причинам, там, служанками уходили, а потом на работу учиться и так далее, и вот к этому времени действительно набралось под 60 тысяч, или, может быть, больше. Я думаю, что нашим историкам еще предстоит выяснить, сколько же этих эстонцев было. Действительно, очень много. Но это было супер. Сколько тогда в Таллине жило время? Чуть-чуть больше только. Вот, видите. Вернемся все-таки к политической составляющей вот этой манифестации и к историческому моменту апреля или конца марта 17-го года, смотря по какому календарю смотреть. До объявления независимости Эстонии оставалось меньше года, и, тем не менее, на манифестации не говорили о независимости, а говорили лишь об автономии. То есть в полную независимость тогда еще никто не верил? Ну, были люди, которые, как бы, ну, большинство все-таки следило, так сказать, за ситуацией. И Финляндия для нас или Польша это, как бы, мерка. Ну, не надо бежать впереди поезда, так сказать. Ну, надо запрыгивать в последний вагон. Обязательно. Значит, вот, видите, смотрите, я просто приведу вам пример. Значит, временно правительство назначает Иоанна Поска, в принципе, губернатором, да, сменяет, он становится комиссаром. Российским банком руководил эстонец. Даже тюрьма в Питере, кресты, начальник тюрьмы эстонец и так далее, значит. Министерство уже, мы просто всех имен не знаем. Да, то есть эстонцы стали получать высокие позиции в столице. Абсолютно. И они были, ну, я, как бы, хотел бы одно имя здесь назвать, Николай Маим. Он работал в Министерстве внутренних дел и Анспип, там, Министерство юстиции. И, видимо, вот эти два молодых юристов в то время, они уже были советниками и занимались именно реформой. Опять, вот то, что, как бы, муниципальной реформой. Административной реформой, как сейчас принято говорить. Абсолютно, абсолютно, как сегодня. Вот. Но они были при делах. И поэтому, значит, а Ян Теннис, он член Думы и, значит, политик высокого уровня, он, видимо, с Георгием Львовым, который руководил правительством, договорился. И ему сказали, вот, возьмите своего там чиновника в Министерстве. Если он быстренько подготовит, мы это сделаем, так сказать. А можно ли сказать, что вот эта манифестация и требования об автономии стала, по сути, первым кирпичиком в строительстве независимого государства? И с исторической точки зрения это действительно очень важное событие. Это больше, чем важно, потому что вы посмотрите в Европе даже, вот, сколько спорят о границах и так далее. В этой ситуации временное правительство разделило по национальной границе Лифляндию и Истляндия, эстонцы на одну сторону и так далее. Значит, все было настолько технически проработано, что быстренько провели линию. Важно ведь, чтобы все акцептировали это. Значит, была проведена линия. А вот, ну, вот я пойду на лекцию, говорю своим студентам, всегда поднимаю им три пальца, говорю, чтобы построить государство, нужна территория. Вот. Во-вторых, народ, который живет на этой территории, да, и власть. Значит, вот это же событие, которое вот с восьмого было поддержано демонстрацией, а двенадцатого, четыре дня уже был принят указ, который утвердил это, это подарило будущее национальному государству Эстонии территорию. Вот. И мы никогда не совсем довольны, но мы, в принципе, должны быть довольны, потому что она, значит, у нас нет с Латвии, ну, там, Валги что-то мы спорим или так далее. Ну, это все мелочи по сравнению с многими государствами. Вот. Поэтому это основа государственности. И это одна из... Уже до сорокового года был такой юрист Артур Телли Тлиман, он говорил, что это один из важнейших предконституционных актов, которые создал наше государство. Так что это акт высшего уровня. Спасибо огромное профессору-историку Петеру Ярвилайду, который рассказал нам о значении исторического события. Напомню, что 8 апреля завтра в Санкт-Петербурге при участии нашего премьер-министра Юрия Ратаса будет отмечаться этот знаменательный день. Манифестация 40-тысячная. Эстонцев с требованием независимости. Андрей, что ты хочешь сказать? Я хочу сказать, Петр, мы сейчас так много вопросов не успели обсудить. Приходите еще, пожалуйста. Нам есть о чем спросить, а вам явно есть о чем рассказать. Спасибо огромное.